Сегодня второй семинар, было домашнее задание, маленькая задачка была, домашнее задание, доказать, что трейс гамма-мю-1, гамма-мю-2m, многоточие здесь, это есть трейс гаммы матрицы, где индексы мю, это есть 0, 1, 2, 3, то есть гамма 5 здесь нет, гамма-мю-1, а гамма-матрицы расположены в обратном порядке, вот такая задача, я рассказал, в общем, как ее делать, давайте быстренько, кто-нибудь дома рассуждение до конца довел, давайте, Леонид. Да, то есть трейс не меняется, если матрицу по трейсам транспонировать, да? Сейчас мы такую достаточно абстрактную, как бы алгебраическую деятельность с вами продвигаем, да, то есть с гамма-матрицами пытаемся оперировать, но вот сейчас уже будем переходить к более физическим примерам, в частности, после того, как Леонид нам сейчас покажет, как эта формула доказывается, мы с помощью нее решим теорему, докажем теорему Фари, такая довольно важная теорема в электродинамике. Транспонирование у нас переставляет все матрицы в обратном порядке, да, если есть произведение матрицы, то транспонирование матриц представляет матрицы в обратном порядке, да? То есть то, что нам уже почти надо, транспонированное, да, здесь тоже? Да. Транспонированное. Теперь у нас есть такое тождество, что транспонированная матрица сопряженная и эрмитово-сопряженная, да? Так, ну теперь у нас сопряженная матрица. Вот у нас какое соотношение было на комплексно-сопряженные матрицы? То есть если гамма-мю комплекса сопряженная, мы обложим с двух сторон гамма-2, вот такое, да? А гамма-мю комплекса сопряженная, мы обложим с двух сторон гамма-2, вот такое, да? То есть получится, что здесь будет гамма-0, гамма-2, здесь гамма-2, гамма-0, угу. Ну, обычно записывают, чтобы здесь как бы одна и та же матрица, скажем, ее обозначим, что там, У-Ц, да? Потому что тогда здесь будет, если я про антикоммутирую, то здесь какая матрица будет? Если У-Ц это гамма-0, гамма-2, то гамма-2, гамма-0 это минус У-Ц, да? То есть это минус У-Ц, поэтому все вместе это равно минус У-Ц, да? Минус У-Ц, гамма-мю У-Ц. И, кроме того, если я вот эту матрицу У-Ц в квадрат возведу, то что такое будет У-Ц в квадрате? Почему? Минус У-Ц, плюс У-Ц, да? Потому что у нас гамма-0 в квадрате, гамма-0 в квадрате дает плюс У-Ц, да? А гамма-2 в квадрате это минус У-Ц. А еще одно переставление их дает вам еще один минус, поэтому здесь будет плюс У-Ц. Вот, поэтому теперь мы можем вот эту единичную матрицу, да, в каждую позицию между гамма-матрицами проставить, да? То есть написать У-Ц в квадрат, У-Ц в квадрат, У-Ц в квадрат, да? Ну, перепишите один раз. А, даже не проставить, а у вас просто для транспонированной есть вот такое выражение. То есть транспонированная равна вот этому. Просто подстановку делаете, да? Ну, ага, да. Ага, и погодите, и вот этот минус-1, он у вас еще возникает сколько раз? 2N1, да? То есть раз 2N1 возникает, значит, это плюс 1, правильно? А ну и все, здесь дает 1, а здесь прогоняем 1. Да, совершенно верно. То есть здесь У-Ц квадрат дает 1, а здесь У-Ц циклический под следом. Можем переставить и получаем исходное соотношение. Хорошо, молодец. Понятно, да? Как мы сделали? Вот такое простое соотношение, которое позволяет вам под знаком следа гамма-матрицы брать в обратном порядке. Если среди них гамма-5 нету. Так, окей. Давайте зафиксируем это соотношение и попробуем с помощью него рассмотреть несколько более такой интересный физический пример. Давайте это как первое, первое на сегодня. Задачка это теорема Фарри. Теорема Фарри. Фарри. Ну, в электродинамике мы ее будем рассматривать. У вас на лекциях уже правила Феймана были, да? Правильно? Поэтому вы знаете, что если у вас есть вершина взаимодействия электрона с фотоном, то как в правилах Феймана она записывается? Минус и Е, и гамма-мю. Да, вот этой вершине, да? Отвечаю. Если у нас есть фермионный пропагатор, электронный пропагатор, да? Где вдоль стрелки этого пропагатора течет импульс П, то выражение для этого пропагатора, это есть матрица, да? И как оно выглядит? Свободный пропагатор фермионный, массивный. Гамма-хватились на... Ну? Гамма-хватились на... Гамма-хватились на... Ну, давайте я это сразу напишу, как П со шляпой, да? Плюс М поделить на П квадрат минус М квадрат плюс и ноль, да? Есть вот еще плюс и ноль, и еще буква И обычно впереди. Впереди ставят. П со шляпой, как обычно, это есть П мю на гамма-мю, да? П мю на гамма-мю. П это импульс, который течет по стрелке. Если по стрелке течет минус, поэтому вы сюда минус поставите, да? Ага, отлично. Еще напоминаем правило, что если у вас есть фермионная петля, да? Если у вас есть фермионная петля, то при записи правил Феймана вы должны в каждой фермионной петле сопоставить минус единицу, да? Это из теоремы Вика фактически следует, потому что вы нечетное число раз должны проантикоммутировать Пси-поля, чтобы образовать диаграмму, отвечающую петле, да? И если есть петля, то есть интегрирование, да, по импульсу нефиксированному закону сохранения энергии, правильно? То есть минус единица это от того, что у вас фермионная петля, а для любой петли у вас идет, или набора петель идет интегрирование по импульсам нефиксированным закону сохранения, да? То есть в данном случае D4L на 2P4, да? То есть вот у меня есть какой-то петлевой импульс L, он нефиксирован законом сохранения у меня, да? Он может быть произвольным, то есть он не связан с вот этими втекающими импульсами. Поэтому по нему я должен провести такое интегрирование, да? То есть это я вам напомнил про правила Феймана электродинамические, которые нам сейчас важны. Отлично. Вот давайте сделаем следующее к формулировке теоремы. Перейдем. Рассмотрим следующие две диаграммы. Они могут быть как диаграммами, сами по себе описывающими процесс, так и поддиаграммами, то есть кусками какой-то более большой диаграммы, да? Вот у меня есть внешние фотонные концы. Один, два, три, много их, n, да? И вот здесь вот втекают импульсы k1, k2, k3, kn-1. Все импульсы втекающие. k, n, да? Вот у меня, если в какой-то диаграмме, если в каком-то процессе есть вот такая диаграмма или поддиаграмма, да? Вот где стрелка направлена по часовой стрелке, да? То у меня всегда будет, как вы понимаете, и диаграмма, в которой все входящие импульсы, все внешние импульсы точно такие же, а стрелка направлена в противоположную сторону, да? То есть всегда есть и такое спаривание, когда вы по теореме Вика записываете, расписываетесь в свое t-произведение, да? От разложения s-экспонента. У вас всегда будет и диаграмма с противоположным направлением фермионной стрелки, да? То есть все диаграммы, они ходят парами такие, да? И здесь тоже мы подразумеваем, что внешние импульсы те же самые, k1, k2, k3, kn, да? Причем вот эти фотоны, которые я здесь нарисовал, они могут быть как реальными фотонами, то есть фотонами на массовой поверхности, чей k квадрат равен чму альдар. Реальный фотон k квадрат равен нулю, нулю, да? Нулю. Так и виртуальными фотонами. То есть это могут быть куски пропагаторов. Например, у вас полная диаграмма выглядит как-то так, да? Здесь еще электронная линия. И вот этот фотон, это виртуальный фотон, он кусок пропагатора. То есть теорема годится и для виртуальных, и в этом смысле для реальных фотонов тоже. То есть вот мы рассматриваем некую поддиаграмму, да? Поддиаграмму, и в этой поддиаграмме с фермионной петлей всегда есть два таких вклада, где стрелка в одну сторону и стрелка в другую сторону, да? Вот давайте с вами поймем, какой вклад этой поддиаграммы. Значит, ответ, который нам формулируется теоремой фарии, говорит следующее, что если у вас число вот этих фотонных концов, которые вы прицепили к фермионной петле, нечетный, число нечетное этих концов, то у вас эти две диаграммы сокращаются в сумме, да? То есть вклада от них не будет в полную амплитуду. А если число концов четное, то они удваиваются. То есть вклад этой диаграммы просто удваивается. То есть вклад этой диаграммы равен вкладу этой диаграммы. Понятно, да, формулировка теоремы? То есть если число внешних концов фотонных, которые у вас прицепляются к фермионной петле, нечетное, то вклада этих диаграмм сокращается. Если число этих концов четное, то вклад первой диаграммы удваивается за счет второй диаграммы. Понятно? Вот давайте попробуем это доказать. Ну, эту диаграмму обозначим А, эту диаграмму обозначим Б. Я здесь сотру. Ну и давайте по правилам Феймана сначала напишем вклад первой под диаграммы, а потом вклад второй под диаграммы. Для этого давайте еще расставим здесь импульсы. здесь петлевой импульс, который не фиксирован законом сохранения энергии. Давайте обозначим его П. Если этот импульс П, то этот импульс какой? П плюс К1, да, втек К1. П плюс К1. Здесь втекло К2, значит, вот этот импульс. П плюс К1 плюс К2 и так далее, да? П плюс К1 плюс К2 и так далее. Вот этот импульс, соответственно, будет, который течет по фермионной стрелке П, плюс К1 плюс и так далее. И на ком я должен остановиться? На Н-1, совершенно верно. Плюс К, Н-1, да. Вот, здесь все импульсы расставили, да? Давайте здесь их расставим. Вот этот петлевой импульс обозначим другой буквой пока, буквой L, да? Тогда вот этот импульс какой? L-K1, да? L-K1, это L-K1-K2, да? И так далее. Далее, вот этот импульс, который здесь течет. Также L-K1, минус и так далее. И закончить должен на ком? На той же Н-1, да? Все то же самое. Вот. Отлично. Ну все. Правила Феймана я вам напомнил, да? Давайте теперь попробуем написать вклад в каждый из этих диаграмм. К доске кто-нибудь идите. Давайте, Роман, вы идите. Смотрим первую поддиаграмму, да? И по правилам Феймана пишем. Значит, у нас N вершин, от каждой вершины у нас идет такой вот множитель. Минус и E. Минус и E, и он будет N раз взят, да? Точно такой же вклад, и это второй будет, правильно? Это здесь тоже сразу можете написать. Минус и E в степени N. Угу. Отлично. Раз у меня есть фермионная петля, да? То от фермионной... Погодите еще писать. От фермионной петли что у нас идет? Мы здесь только что говорили. Дополнительный знак минус. Минус единица, да? Минус единица. Напишите пожирнее как-нибудь. Напишите пожирнее. Она и там, и там. Здесь есть фермионная петля. То есть пока они ничем не отличаются. Ага. Отлично. Дальше. Раз у вас есть интегрирование петлевое, да? То у вас всегда будет интегрирование по импульсу нефиксированному закону сохранения энергии, да? То есть здесь это импульс... То есть интеграл по D4P делить на 2P в четвертой. Интеграл D4P на 2P в четвертой. А здесь, соответственно, интеграл... Ага. Да. Отлично. Раз у вас есть фермионная петля. Что такое петля? Это значит, что у вас все фермионные индексы, все спинорные индексы друг на друга в конечном счете замыкаются, да? Это значит, что у вас есть что? След. Правильно? То есть по всем спинорным индексам у вас будет след. Правильно? Поэтому пишем след. Он у вас как здесь будет след, так и здесь будет след. Дальше правила Феймана нам что гласят? Что когда мы хотим записывать вклад какой-то диаграммы, мы должны двигаться против... При записи выражения для этой диаграммы, да? Должны двигаться против фермионной линии. Правильно? То есть вот мы сели на какую-то фермионную линию, на вот эту, да? И начинаем двигаться против фермионной линии. Вот для первой диаграммы первое, что мы встретим, это будет вот эта вершина, да? Ну, если отсюда пойдем. Могли пойти откуда угодно. Давайте для определенности пойдем отсюда и отсюда, соответственно. Если идем отсюда, то первое, что мы встретим, это будет вершина, правильно? Вклад вершины у нас какой? Гамма, мю с индексом каким? Здесь мю какой-то, нт, да? Раз сюда нт и импульс стекает, здесь внешний лоренцовский индекс, это мю нт. Гамма, мю нт. Ага, отлично. Написали вершину, дальше пошел пропагатор у нас, правильно? Пропагатор, пропагатор мы вот так вот буквой G пока будем записывать, чтобы все это выражение не таскать. G, вот чего, нет, нет, P. Внимательно смотрите, здесь у вас сумма, сумма импульсов, да, стоит? То есть P плюс, то есть в аргумент пишите импульс, который течет по стрелке, да? Дальше что пошло? Вершина, да? Да, вершина n-1, n-1 вершина. Дальше снова пошел уже, да, пропагатор фермионный. Его аргумент тоже напишите, а дальше вот этот импульс. И остановиться мы должны на K каком? n-2, да. Ага, ну вот этот вклад давайте напишем. То есть мы вот дошли, ой, пардон, вот этот вклад дошли вот до сюда. Здесь у нас пропагатор G от P плюс K1, да? То есть вот этот вклад запишем. Потом пошла вершина, мю-1, ага, мю-1, да? И последнее, что у нас еще осталось после этой вершины? G от P, собственно, да. Все, а дальше все по циклу пошло, да? Снова вершина мю-1 и так далее. Закрыли след. Отлично. Это записали вклад вот этой вершины. Давайте писать вклад вот этой вершины. Здесь также стартуем отсюда. Ну, откуда стартовать, это ваше дело, да? Ну, главное, что мы должны двигаться при записи против стрелки, да? Вот первое, что у нас встретилось, это пропагатор, господи, электрона, да? То есть G, G, L, да? Потом пошла вершина, а дальше пишите сами. Следующий пропагатор, ну, вон, следующий напишите, какой будет. G. Ага. И вот до последнего, да? Вот этот пропагатор пишем и эту вершину пишем. N минус, какое? Минус 2. Почему минус 2? Если вот этот. Минус 2, минус 2шный, это вот этот. Если мы хотим последний написать, то вот этот. И что еще осталось? Погодите, закрывать рано. Радуйтесь. Что еще? Гамма, гамма, энте, да. Все, теперь закрылось, да? Дальше, если по стрелке будете двигаться, снова будет повторяться пропагатор, вершина, пропагатор, вершина, да? Правильно? Да. Вот так, отлично. Внимательно смотрим на первые и вторые следы. Чем они вот так вот отличаются внешне? Первый след, второй след. Ну, на гамма-матрице сначала посмотрите. На гамма-мю-1 и так далее. Порядок у них обратный, да? То есть, во-первых, как будто бы у вас все взято в обратном порядке, но и здесь импульсы немножко другие, правильно? Импульсы немного другие. Значит, мы с вами знаем, как нам, скажем, вот этот порядок привести к вот этому порядку, правильно? Вот Леонид только что-то говорил. То есть, что мы должны сделать с исходным следом? Допустим, раз мы будем рассматривать первый след и попытаемся его привести ко второму. Что мы должны с ним сделать? Какая процедура была? Ну, сначала проговорите просто. Леонид что делал? То есть, след не меняется, если все транспонировать, да? То есть, он что делал? Он транспонировал все, что стоит под следом, а потом проставлял туда вместо единички, да? Проставлял матрицу УС в квадрате, правильно? Мы говорили, что единица – это есть УС в квадрате, где УС – это гамма 0, гамма 2. Вот такая матрица, правильно? Вот. Давайте посмотрим. Вот если у меня есть пропагатор электрона, да? Пропагатор электрона. Я вот захотел его транспонировать и поставить слева и справа УС. Они слева и справа возникнут от расписывания единичек, да? Которые вы вот сюда вот будете впихивать. Здесь единичная матрица, здесь единичная матрица, здесь, да? Каждую единичную матрицу вот так вот представили. И возникнут такие комбинации. Чему это равно? Вот если я возьму фермионный пропагатор в таком виде прямо явно, да? И проведу такую процедуру транспонирования и обложения матрицами УС. То во что это перейдет, напишите? Во что перейдет? Кто-нибудь скажет сразу? Ну, сразу в себя. В себя? В себя было? Минус П, да? То есть будет G от минус П. Правильно. Давайте это сейчас аккуратно напишем. Или это вы сразу поняли? Нет, нет. Не, ну мало ли что он вам сказал, что он вас обманул. Ну, распишите еще раз подробно, что здесь написано такое. То есть нужно взять вот эту матрицу, да? Ее транспонировать и слева-справа обложить. Транспонировать не забыть. Вот это, да, все. Да, отлично. Вот если вы берете член с М, перед М стоит единичная матрица, да, ее транспонировали сама же, получилось. УС на УС дало единицу, да? То есть перед М что-нибудь изменилось? Нет, не изменилось. Перед гамма-матричной структурой. П со шляпой это гамма-мю, да, умножить на П-мю. Если я гамма-мю транспонированное обкладываю УС слева и справа, то это куда перейдет? Что-то такое. Сегодня вот Леонид писал уже. Себя со знаком минус, да? То есть это будет минус гамма-мю. Запомните, да? Когда кто-то что-то делает, он лучше следить, кто кто делает. То есть перейдет в минус себя, значит, вот этот член с П со шляпой, перейдет в минус себя. Ну, напишите, что получится. g от минус П получится, да? То есть у меня импульс в пропагаторе поменялся, да? Ну, отлично. Вот давайте берем первый наш матричный элемент и к нему применяем всю эту процедуру. То есть в чем процедура состоит? Еще раз. Я беру от всего транспонирования, да, от всей этой матрицы транспонирования. При этом меняется порядок матриц, правильно? При транспонировании. И потом промеж каждой матрицы проставляю УС в квадрате, то есть единичную матрицу. Ну, напишите промежуточный шаг, что получится. То есть, во-первых, все в обратном порядке. Теперь будет, да? То есть на первом месте будет стоять... Нет, у вас УС в квадрате, да? Поэтому вы все правильно писали. И сюда УС, да? Ну, вот вы сюда запишите единичку, как УС в квадрате. То есть УС на УС, да? Два раза его напишите УС на УС, да? Дальше пошло гамма. Мю один, какое оно будет? Вы транспонировали все, транспонировали все. Транспонированное, да? Здесь тоже, пожалуйста, напишите транспонированное. Потом у вас снова единица, как УС на УС, да? Потом вот этот товарищ транспонированный, да? И снова там УС, да, здесь будет. Ага, и так далее. Да, ну и вот и последние тоже. Последние вот эти вот у вас будут. Ага, гамма-мю-мю-Н транспонировано. И еще раз сюда единичку напишем, как УС на УС, да? И след закрыли, да? Вот давайте под знаком следа имеем право переставлять матрицы. Давайте вот эту матрицу сразу вот сюда вот переставим. Ну, можете стереть, а в тетрадках пусть они как-то это изобразят. Не-не-не-не-не-не, вы стерли две матрицы, да? А я только про одну сказал. Да. Одну. Одну вот сюда перетащим в начало, да? Для чего мы это сделали? Чтобы у вас вот эта комбинация образовалась. Вот одна такая комбинация, другая такая, да? Потом снова такая, правильно? И в конце вот такая, да? Переписываем, что такое есть. Пока мы тождественные преобразования делали, да? Здесь возникнет, по только что доказанному нами свойству G от минус P, да? Это во что перейдет? Давайте минус сразу вынесем наружу. Ну, в конец его напишите, минус единица в степени N, да? Здесь будет гамма мю 1, да? Потом вот эта комбинация у вас. Это есть G от... Минус P, минус K1, правильно? Ага, отлично. И так далее. Последний G у вас какой здесь? И вот этот вот. Да, след закрылся. И от каждой комбинации с гамма мю возникла минус единичка в степени N, правильно? Вот эта минус единичка. Отлично. Теперь что осталось? Как нам это выражение привести к этому выражению? Что нужно сделать? Что? Замену переменных сделать. Поскольку это переменное интегрирование, да? То вы можете минус P обозначить новой переменной L, правильно? Это в вашем праве. При этом мера у вас не изменится. Она как была до 4P, так и останется до 4L, да? Вот. А все, что здесь стоит, перейдет в точности, в точности, в комбинацию второго следа, правильно? Правильно? Поэтому получается, что вклад первой диаграммы, это есть вклад второй диаграммы, умноженный на что? На минус единичка в степени N. Ну, напишите это в конечном итоге. То есть после замены переменных интегрирования минус P на L, да? Мы получим, что это есть вклад второй диаграммы, умножить на B, там она у нас была, да? До минус единицы в степени N. Отсюда какой мы вывод делаем? То есть, если N четная, то они равны, правильно? И вклады их удваиваются. Вклад первой диаграммы удваивается за счет второй диаграммы, да? А если они нечетные, то они сокращаются, взаимоуничтожаются. Понятно? Это есть знаменитая теорема Фарри. Имейте ее в виду, она нам несколько раз встретится и в этом семестре, и в следующем семестре. То есть сама по себе полезная теорема. Иногда ее так, несколько вульгарно связывают со свойством c-четности фотона. Что у вас, скажем, четное число фотонов не может перейти в нечетное число фотонов. Скажем, два фотона не могут перейти в три фотона, да? В три фотона. Почему? Потому что у каждого фотона, если это реальный фотон, да, я подчеркиваю, что в нашей теореме фотоны вовсе не обязательно были реальные. Они могли быть кусками пропагаторов, да, поэтому у нас более общее утверждение. Но если фотоны все реальные, то у вас, если у вас в начале есть два фотона, в конце у вас три фотона, то в начале c-четность, c-четность у каждого фотона, c-четность какая? Минус единица, да? То есть в начале c-четность была минус один в квадрате, а в конце c-четность минус один в кубе, да? То есть получается, что c-четность у вас изменилась, а электродинамика, она у нас, Лагранжиан, электродинамика, он инвариантен относительно c-четности. c-четности, p-четности и t-четности, да, инвариантен. Поэтому иногда, когда говорят теоремы у Фарии, подразумевают соображение по сохранению С-четности Что четное число фотонов не может перейти в нечетное и наоборот Вот это преобразование, кстати, гома-0, гома-2 Оно, как вы уже, наверное, помните, очень похоже на преобразование На вот этот унитарный доворот, который используется в преобразовании С-четности Что у вас спинор Пси переходит в матрицу УС, умноженную на Пси со звездочкой при С-преобразовании Вот там в С-преобразовании спинора фигурирует вот эта матрица УС То есть видно, что какая-то связь с С-преобразованием здесь есть По этой задаче есть вопросы? Все понятно? Если вопросы есть, задавайте Вот и потом я вам буду вопросы задавать Давайте дальше тогда двигаться Дальше мы с вами решим некую такую, опять же, техническую задачу Математическую в большей степени Но мы ее делаем, чтобы вы могли с легкостью решить ваше первомесячное задание У вас в первой задачке нужно вывести тождество фирца Тождество фирца Вы там должны вывести два тождества фирца Из них упростить амплитуду электрон-мионного рассеяния С помощью этих тождеств Кстати говоря, эти тождества, они вам и в слабых взаимодействиях потом понадобятся Поэтому вы отнеситесь с должным вниманием к этой задачке Вот давайте сейчас поймем, как эту задачу решать Первую из личных Вторая задача будет у нас тождество фирца Фактически все для этих тождеств мы сделали на прошлом семинаре с вами Все подготовили Нам осталось только сформулировать их О чем мы с вами говорили на прошлом семинаре Мы говорили, что если вы рассматриваете матричное кольцо 4х4 матрицы То в нем вы можете построить базис из гомоматриц Правильно? И любую матрицу 4х4 разложить по этому базису И мы решили как раз задачку В которой мы произведение 3х гомоматриц разложили по базису Базис у нас выглядел следующим образом Базис состоит из скольки матриц? Евгений, из 16 матриц? Это единичная матрица, это матрица гома-5 То есть скаляр и псевдоскаляр Это 4 матрицы гома-мю И 4 матрицы гома-мю, гома-5 То есть вектор и псевдовектор По 4 здесь И 6 матриц Сигма-меню Это тензор у нас, да? Сигма-меню И пополам коммутатор гомомю, гома-ню То есть вот такой вот у нас был набор Этих 6, этих 4, 4, 1, 1 Всего 16 было Они у нас с вами были такие, что Если вы возьмете их квадрат Где одна матрица с ковариантным индексом Другая с контровариантным Это есть единица, да? След от каждой из них равен нулю Если это не единичная матрица Если это не единичная матрица, да? И след гома-А, гома-Б У нас был 4 дельта-А-Б То есть они под... Этот набор Набор матриц подобран таким образом Что выполнены эти условия Это достаточно очевидно проверяемые условия Мы на этом даже не останавливались Хотя половину из этих условий нормировки Мы с вами посчитали, когда считали след Когда следы от гома-матрицы считали Мы там их все смотрели Здесь один матриц должен быть ко-вариантным Один индекс ко-вариантный Другой контр-вариантный Что мы с вами делали на прошлом семинаре? Мы сказали, что любую матрицу Любую матрицу можно разложить по Набору из этих матриц, да? То есть написать сумму Сумму по А СА Гома-А, да? Чего я пишу? СА на гамма-А, да? И мы нашли Что такое СА СА были Равны чему? Разговорят чему? Одна четвертая следа Одна четвертая следа Совершенно верно, молодец! То есть это была Одна четвертая Следа Следа От матрицы гамма И матрицы гамма-А Гамма-А Вот так вот, да? Отсюда мы переписали Это все в индексах Это тождество Одна четвертая Сумма по А Здесь гамма-А Ежитое Здесь Гамма-К-Л Гамма-А-Л-К Правильно? Вот таким вот образом Переписали И сказали, что Теперь можно От гаммы Сбавиться Гамма-это Произвольная матрица То есть мы имеем Здесь тождество То есть для Произвольной матрицы Гамма имеет место Такое соотношение Можно на нее сократить На матрицу гамма Раз она произвольная Что значит сократить? Например Рассмотреть Такую матрицу Гамма Раз она произвольная То возьмем Такую матрицу Которая отлична от нуля Только К-Эльт Элемент Правильно? Не имеем права так делать Да? Поэтому Что мы в результате Получим отсюда? Дельта И К Дельта Ж Эль Да? Равняется Одна четвертая Сумма по А Здесь будет Гамма А Ежи Да? Гамма А Эль К Вот такое соотношение Да? Вот такое соотношение С вами получили Ну мы его как получили? Сказали Тождество Тождество Можно по параметрам Дифференцировать Можем продифференцировать Его по Гамма К-Эль Да? То же самое будет Рассуждение То же самое Вот Это мы получили То что называется Соотношением полноты Правильно? То есть в общем Случаи В алгебре Подобные соотношения Называются Соотношением полноты И выводятся они Точно так же То есть для сигбоматриц Точно такая же история Для любых других Матриц Образующих полную систему Вы можете Аналогичное Аналогичное Соотношение Получить Вот теперь Имеем вот такое Соотношение Мы его с вами Вывели Оно у нас Называется Соотношение полноты Да? Ну давайте Теперь Сделаем следующее Ну факт Просто кто-нибудь Из вас Выйдет к доске И напишет Что получится Давайте Сергей Вы идите Давайте возьмем Это соотношение И свернем его С вот такой Комбинацией Спиноров Q с чертой L Q К Да? Имею право Сделать Да? То есть беру Вот два спинора Q маленькая И Q большая И сворачиваю Мое соотношение С вот такой Комбинацией Да? По индексам L и K Тогда В левой части Пишите Что получится Если свернуть Левую и правую часть С вот такой вот Матрицей Да? Сейчас будет понятно Для чего мы это делаем Хотя я думаю Вам это и так понятно Потому что Про то, что Чистофирцы Вам кажется На четвертом курсе Тоже говорили Индекс L В какой индекс Перейдет? В G Будет Q с чертой G А K Перейдет В индекс И Да? Угу То есть мы Сейчас что с вами делаем? Мы фактически Пишем с вами Соотношение полноты Вот для такой матрицы Да? Для матрицы Которая есть Прямое произведение Строки На столбец То есть когда мы Сворачиваем Вот этой комбинацией Это и есть То, что в результате Мы получим Соотношение полноты Для такой матрицы Да? Одна четвертая Здесь Гамма А Как все было Так и останется Да? Лиже Угу Отлично А здесь Индекс L Свернется С кем? L свернется Ну, с каким спинором? С Q Ку с чертой Значит, ку с чертой Будет слева Да? То есть возникнет Комбинация такая Стандартная Ку с чертой Дальше Гамма И Q Да? Вот возникла Вот такая вот комбинация Да? У нас Ну, такая комбинация И сумма по всем А идет Да? Давайте эту сумму Не поленимся И один раз Распишем Подставив вместо А Каждую из этих матриц Равно Ну, вот туда Пишите дальше То есть это будет Одна четвертая Сумма Суммы уже не будет Мы ее явно расписываем Скобка Когда это единичная матрица Скаляр Этот объект Дальше Когда у нас Гамма-5 Будет Значит у нас будет Что? Здесь вот Гамма-5 Будет стоять Да? Будет гамма-5 и G Только пишем Гамма-5 и G Умножить на Тоже Беспинорную комбинацию Которая есть По своим Трансформационным свойствам Что? Псевдоскаляр Да Псевдоскаляр Угу Хорошо Дальше Можете уже Чуть-чуть поживее Я вас неспроста Заставляю Все это выписать Один раз Потому что Маленькая Тонкость Есть При выписывании Дальше идет Векторное Векторное Нет Здесь не надо Никаких ижи Ижи только здесь Стоит Ижи Это матричный элемент А там у вас Прямо Вживую вектор Стоит Да? Ку с чертой Гамма-ми Ку это Векторная Комбинация То есть Это комбинация Которая Преобразуется Как ток Электромагнитный Да? Но Лучше Распишите их Не гамма-ми 5 А гамма-ми Гамма-ми Гамма-5 А то как-то Как-то так И еще От каждого Ага Вот это Вот все Все вместе Оно было Ижитое Да? И они еще Вот чтобы условие Нормировки Было выполнено Они еще с буквой И шли И на И Даст общий минус Да? Впереди Отлично А дальше Идет 6 матриц Которые Нумеруются Индексами Мю и ню Да? То есть Нужно теперь Вклад Вот этот Написать Это у вас Была Псевдовекторная Комбинация А сейчас Тензорная Комбинация Пошла То есть Вы берете Для разных Мю и ню Да? Здесь вы брали Для Вот здесь По мю Тоже идет Суммирование Да? Поэтому И по этому Мю Вы что-то Ковариантности Их не очень Любите Похожие Но Здесь тоже Напишите Вот здесь По мю Идет суммирование Да? Их у вас 4 Поэтому Здесь 4 4 разных Вклада И там Следующая Псевдовекторная Комбинация Ставь 4 разных Вклада Как последний Член выглядит Который Он пишет Написали Нижние Индексы Неправильно Главное Что Не забыли Одну Вторую Точно Так же Ижи Ижи Сигма Меню Меню Внизу Ага Но здесь Когда вы суммируете По мию У вас Многовато Членов У вас Всего Шесть Здесь Всего Шесть Разных Матриц А когда Вы так Суммируете По всем Мю И ню Вы Два Раза Одну И ту же Базисную Матрицу Учитываете Когда у вас Есть комбинация Мю Мю И когда Комбинация Ню Мю Да Это одно И то же Потому что По индексу Мю Суммирование Идет Поэтому Как это нужно Учесть Громче Вы Два Раза Учитываете Одно И то же Пополам Поделить Вот эту Одну Вторую Не забываем Собственно Я ради Нее И попросил Вас Это все Нарисовать Хорошо Закрыли Скобку Отлично Замечательно На кое Это все Нужно Эти Тожди Стофирца Они Нужны Для того Чтобы Технически Если Перед вами Стоит Техническая Задача Переставить Би Спиноры В какой-то Их Комбинации Например У вас Есть Вот такая Комбинация У1 У2 С чертой У3 У4 С чертой Вот такая Комбинация И вы Допустим По какой-то Причине Зависящей От задачи Очень Хотите Вот эти Два Спинора Переставить То есть Чтобы Вместо У2 У вас Стояло У4 Чтобы У1 Сворачивалось У4 А У3 Сворачивалось Не с У4 А с У2 То есть Хотите Вот эти Два Переставить Вот решайте Такую Абстрактную Абстрактную Задачу Как это Делается Давайте Распишем В индексах То что Здесь Написано Индекс Видите Здесь Какой-нибудь И Ж Вот эти Пишите Один Два Они Нам Тоже Важны Это Разные Спиноры Отлично А теперь Давайте Возьмем У3 Ж И У2 И Да То есть Перепишем Это как Вот я взял Это и это Да То есть Будет У3 С чертой Ж На У2 И Да Умножить На все остальное Все остальное Это что такое У1 И У4 И У1 И У4 И Да У4 Ж Да Угу А теперь Вот эту штуку Можем переписать Через что Вот этой комбинации Что мы должны применить То что Только что написали Да Вот это соотношение Где вместо Q маленького У вас стоит У3 Вместо Q большого Стоит У2 Ну давайте Вперед пишем Аккуратно То есть будет 1 Четвертая Да Первый вклад От Дельта и Ж Что у вас Дельта и Ж Свернется С вот этой радостью Что получится Ну если Дельта и Ж Свернется Вот эта комбинация Что будет У1 С чертой У4 Правильно У1 С чертой У4 Ну поставьте Что они Друг с другом Сворачиваются Да Умножить На Что У3 На У2 Отлично Пишите Следующую комбинацию Вот мы Достигли Нашей цели Которые Хотели Переставили Переставили 2.4 Местами Мы переставили 2.4 Местами Но при этом Заработали Целый ряд По Полному Набору Зато Переставили Взлетим Так поплаваем Точно так же Индекс Ижи У вас Сворачиваются С вот этими Спинорами То есть Будет Что Будет У1 С чертой Гамма 5 У4 Да Свернуты С точно Такой же Комбинацией Но С 3.2 Не Аккуратно Здесь У вас Гамма 5 Стоит Комбинацией Ну давайте Уже пошустрее Я думаю Понятно Что здесь Пицца Давайте То есть Мы достигли Того Что переставили Спиноры 2.4 Местами Вот мы Какие Молодцы Это Мы Примерили Тождество Фирца Еще Иногда На жаргоне Говорят Фирцевание Процедура Фирцевания Перестановки Спиноров Видно Что Это Тождество Оно Какое-то Очень Такое Некрасивое Получилось Переставили А там Целый ряд Слагаемых Переставленных Получился То есть В таком виде Его Обычно Вот конкретно Это тоже Никто Не использует Вот Тождество Фирца В основном В слабых Взаимодействиях Используют Потому что Они там Гораздо Проще Выглядят Вот вы Вы видите У себя Задачки Эти тоже И вы видите Что они Очень простые То есть Они гораздо Проще Чем Вот Наша Правая Часть Которая У нас Здесь Получается Что вы Должны Сделать Чтобы Вашу Ага Хорошо Да Скобочка Закрылась Чтобы Вашу Задачу Решить Измеченных Вот здесь Мы брали Соотношение Полноты И сворачивали Его С вот Такой Комбинации Правильно Мы могли С любой Другой Комбинацией Свернуть Верно Вот Например Мы можем Свернуть С комбинацией Ку с чертой Гамма Мю Один Плюс Минус Гамма Пять С вот Такой Комбинацией Здесь С индексом И А здесь Комбинация Один Плюс Минус Гамма Пять Гамма Мил Ку С индексом Ж Наоборот Здесь Ж И Здесь Мы сворачивали С такой Комбинацией А могли бы С такой Свернуть Вот Ваше Тождество Которое Вам нужно Получить В первой Задачке Они получаются И свертки С вот Такой Комбинацией С такой Комбинацией И Здесь Наоборот Знак Минус Плюс То есть Одно Тождество Когда Здесь Одинаковые Знаки Здесь И Здесь А другое Когда Они Противоположные Здесь И Здесь Когда Противоположные Тождество Ферца Получатся Особо Простые По Индексу Идет Суммирование То есть Вы Свернули И Просуммировали По Этому Внешнему Индексу То есть Вот Так Вам Нужно Первую Задачку Решать Понятно В Первой Задачке Вы Во-первых Выводите Тождество Ферца Вот так Как я Вам Объяснил А потом С помощью Тождеств Упрощаете Амплитуду Рассеяния Того Процесса Который Вас Просит Посчитать Спасибо Сергей Так Вопросы Есть По Этой Задаче Давайте Дальше Двигаться Тогда Если Вопросов Нет Сегодня У нас Тема Будет Она Тоже Из серии Повторений Но у нас Видите Какое Повторение То есть Мы вроде Как повторяли Но у вас В основном Почти Ничего Этого Не было Из того Что Мы повторяли Сейчас Опять У нас Будет Некое Повторение И Тема У нас Будут Пропагаторы Пропагаторы Электрона И фотона Электрона И фотона Это Первая Часть Нашей Темы А вторая Часть Которая Будет Сформулирована В виде Задачи Это Так Будет Звучить Унитарность Унитарность С-матрицы С-матрицы В физическом Пространстве Физическом Пространстве Это Наша Тема Сегодня Мы с вами Про первую часть Поговорим А на следующем Занятии Про унитарность Поговорим Пропагаторы Поскольку наш курс Он такой Несколько эклектичный В том смысле Что в нем Помимо Собственно Части Касающейся Электродинамики Есть еще Довольно много Общих вещей Касающихся Теории поля Поэтому Мы Начнем Не с пропагатора Электрона И фотона А Самого простого Пропагатора Который вы знаете Это пропагатор Скалярного Безмассового поля Вот если у меня Есть скалярное Безмассовое поле Я его Так вот Пунктируем Обозначу Здесь Течет Импульс П Скажем Да То в правилах Феймана Пропагатор Как будет выглядеть Это у вас В курсе Фэч Было Единица Ну там буква И наверное Да все таки Если мы про пропагатор Говорим Делить на П квадрат Плюс И ноль Да Под пропагатором Мы подразумеваем Такую функцию Вот у меня есть Д от х Которая есть Средняя по Вакууму Невозмущенному Да А здесь стоят Поля Фи от х И фи от нуля Для простоты Вещественное поле Смотрим Да То есть Пропагатор Это у нас Средняя по вакууму От Т произведения Да От Т произведения Благодаря тому Что мы Берем именно Вот такую функцию Грина Функция Грина Это Некие средние По вакууму От полей Да От набора полей Вот И поскольку Мы ставим Т произведения Здесь То Прескрипция Правильная Состоит в том Чтобы поставить Здесь плюс и ноль Да В принципе Функции Грина Может быть Много Разных В теории Поскольку у нас есть Нулевые моды Теории Поэтому Здесь можно ставить Плюс и ноль Минус и ноль В смысле Главного значения И так далее Но если у нас есть Т произведения Двух полей Неважно Каких в данном случае Скалярных Или кварковых Или фермионных Или фотонных Да У нас Благодаря Т произведению Стоит Вот такое Правило Феймана Да То есть Мы добавляем Пропагатор Плюс и ноль И этот пропагатор Отвечает тому Что мы берем Фурье преобразования Да От Функции Д от х То есть Это есть Д4П На 2П В четвертой Е в степени Минус ИПХ Д от х Да И то что мы В результате Получаем Это есть В точности Вот эта вот штука И делить на П квадрат Плюс и ноль Это у вас Было В курсе В курсе Физикоэлементарных частиц Вот давайте Теперь Делаем следующее Попробуем Получить Выражение Д от х Просто взяв Преобразование Фурье От От этого выражения Да То есть Давайте рассмотрим Первая задача Которую мы будем решать Ее физический смысл Такой будет Для чего мы это делаем Чтобы понять Природу Сингулярности Вот этих функций Д от х То есть мы с вами Увидим Что когда у вас Х мало Когда х Стремится к нулю Вот этот объект Он является Сингулярным То есть он К бесконечности Стремится Вот каким образом Он это делает Давайте сейчас Поймем с вами То есть Первая задача Состоит в том Чтобы найти Вот такой интеграл Д4 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 На 2Пи в четвертую Чай пишу Д4П на 2Пи в четвертой Е в степени Под преобразованием Под преобразованием Фурье Стоит импульсное представление Здесь минус берут Обычно Соответственно В обратном преобразовании Фурье Берут плюс Вот так вот Такого соглашения Здесь по иксу Да По иксу Конечно По иксу Спасибо Я подписался Здесь По иксу Правильно Вот Д4 И это тоже Правильное замечание В обратном Уже не нужно То есть 2Пи в четвертую Отсюда убрать Поскольку я писал П Я 2Пи в четвертую Сразу рисовал Раз я печатаю Правильно То есть Здесь 2Пи в четвертую Не нужно уже писать Совершенно верно Молодцы А вот давайте Вот эту штуку Посчитаем с вами Я букву И Не стал Не стал писать Просто Чтобы ее С собой не таскать Ну вот Найдем Найдем Чему это равно Мы это делаем С некой Такой методической Целью Во-первых Я хочу Чтобы вы Познакомились Либо вспомнили Что такое Альфа-представление А во-вторых Чтобы вы Вспомнили Это вы заведомо Проходили Что такое Виковский поворот Да Сначала Про альфа-представление 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 Это некий Математический Трюк Как Оперировать С пропагаторами Вот если у вас Есть некий Пропагатор Я его Обозначу Буквой D Denominator Да В степени New Да И вы Про вот этот D То Иногда Особенно Когда этот D Выглядит Как квадратичное Выражение По каким-то Вашим Импульсам Вам Удобно Сделать так Чтобы этот D оказался Из знаменателя Оказался В экспоненте Почему Потому что Если он Окажется В экспоненте Дальше У вас Возможно Возникнут Какие-то Гауссовские Интегралы Которые Вы умеете Считать Рассуждение Такое Короче Говоря Хочется Как-то Это D Перегнать В экспоненту И делается Это с помощью Вот такого Представления Давайте Я здесь Напишу Интеграл От нуля До бесконечности D α α в степени ν-1 А здесь Напишу E в степени Минус αD Минус αD Вот Если я Такой Интеграл Буду считать То Как я его Буду считать И чему он равен Он равен Гаммафункции Чтобы Написать Гаммафункцию Я сначала Должен Обезразмериться То есть Вести новую Переменную αD Поэтому Я должен Сюда умножить На D И сюда Умножить На D В степени ν-1 То есть В общем Итоге Должен умножить На D В степени ν Правильно Поэтому Результат Будет Это единица На D В степени ν А после Обезразмеривания Мой интеграл Даст вам Гаммафункцию От чего? От какого параметра? От ν Гамма от ν Да? Поэтому Чтобы получить То же Я должен написать Единица на гамма от ν Правильно? То есть Если я так напишу То И гамма от ν Перенесу в левую часть То получится Тождественное Просто Преобразование Интеграла В правой части К гамма-функции Правильно? То есть Это тождество Обычное тождество И Это тождество Позволило Вам Перекинуть D Перекинуть D В экспоненту В экспоненте Оно иногда Бывает удобнее Вот это называется Альфа-представление Второе Что вам понадобится Это Теорема Вика Не теорема Вика А Виковский поворот Пардон Виковский поворот Вот Давайте посмотрим На исходный интеграл Вот этот интеграл Это кратный интеграл Он идет в том числе По нулевой компоненте Да? Четырех импульса П И Поглядим В комплексной плоскости П Где Особенности Этого интеграла П квадрат Это что такое у нас? П квадрат Это есть П 0 в квадрате Минус П вектор в квадрате Правильно? Плюс и 0 То есть Знаменатель у нас Реально вот такой И мы видим Что Интегрирование По П 0 По Вещественной оси П 0 Оно сингулярно Правильно? Если бы Плюс и 0 Не стояло То оно бы Натыкалось На две особенности Какие особенности? Плюс-минус Модуль Вектора П Правильно? Поэтому Вообще говоря У нас есть Две вот таких особенности Но За счет вот этого Плюс и 0 Они сдвинуты Эти особенности С контура интегрирования И нам ничто не мешает По нему интегрировать То есть особенностей Теперь нет И мы получили Так называемую Регуляризацию интеграла То есть вначале Он был не определен Когда не было Плюс и 0 Добавили плюс и 0 Он стал регуляризован То есть уже Объект Вполне себе определенный Где полюсы? Куда сместились полюсы? Вот правый полюс Куда сместился? Вверх-вниз То есть Полюс Как у нас Определяется Вот таким выражением Да Поэтому правый полюс Он будет В какой минимальной части? Положительный Отрицательный С отрицательный Да То есть он сместился Куда-то сюда А соответственно Левый полюс Сместился Куда-то вот сюда А контур интегрирования По P0 В интеграле У нас Вот по вещественной оси идет Да И Коль скоро у нас Никаких особенностей Подинтегрального выражения Нету Ни в этом секторе Ни в этом секторе То По Соответствующей теореме Каши С ТФКП Да Мы знаем Что если у нас В этих секторах Интеграл сходящийся Да То есть Есть сходимость То мы можем Контур интегрирования Безболезненно повернуть И исходный интеграл Будет равен Интегралу По вот такому контуру Повернутому На Пи пополам Да Вот этот поворот контура Поворот контура То есть Состоящий в том Что вы П0 Заменили на И П0 Е Я его так обозначу Евклидовская Нулевая компонента У вас раньше У вас раньше был Какой-то П0 И вы Этот П0 Заменили на ИП0 Да То есть Теперь вы бегаете По Мнимой По мнимой Оси Вот этот поворот Называется Поворот Вика Да Он у нас Для феймановской Прескрипции Пропагаторов Плюс и ноль Он у нас происходит Против часовой стрелки Да Против часовой стрелки Именно для того Чтобы не зацепить Никакие Никакие Особенности Отлично Ну вот давайте Теперь Вернемся К исходному Интегралу Который нам Нужно посчитать И Применим Всю эту Всю эту науку То есть Это есть Некая функция Я ее так обозначу Дельта f от x Функция От Четырехмерной Четырехмерного Вектора Ик Да Вот Глядите Когда мы Поворачиваем Контур Мы Вот Интеграл здесь Да В комплексной Плоскости И во всем Этом секторе Включая Вещественную Ось Он определен Да Он у нас Достаточно Хорошо сходится И он у нас Определен Вот И Коль скоро Он Функция Под интегральным Аналитическая Да В этой области То мы можем Деформировать Исходный контур И интеграл По исходному Контуру И по Деформированному Контуру По теореме Каши Даст Один и тот Ж результат При этой Деформации Непрерывной Деформации Контура Мы не Затрагиваем Особенности Да То есть Главный Факт состоит В том Что мы Особенности Не затрагиваем Поэтому Исходный Интеграл Равен Интегралу По преобразованному Контуру Но теорема Каши Вам что Говорит Что Если у вас Есть Функция Аналитическая В некоторой Области Д Функция Аналитическая В некоторой Области Д И у вас Есть Один Контур И другой Контур Который Вы можете Получить Из исходного Путем Непрерывного Преобразования Такой Гомотопии То Интеграл По Этому Контуру Аналитической Функции Равен Интегралу По Этому Контуру Аналитической Функции Если вы здесь непрерывно можете один контур деформировать в другой контур И не затрагиваете особенности вашей функции То есть у вас в этой области, в промежуточной, нет ни полюсов, ни точек ветвления вашей аналитической функции То интеграл по одному контуру равен интегралу по другому контуру Это теорема Кашеван говорит Здесь то же самое Здесь у вас бесконечный контур исходный Можете представлять его, что он на бесконечности замкнут Вот так вот Вы его берете и поворачиваете без изменения значения вашего интеграла Возвращаемся к нашему объекту, который нам нужно посчитать Давайте сделаем следующее Вот это дельта f от x как функция от x0 Вот x0 обычно у нас, x0 это время Обычно оно у нас на вещественной оси лежит, время вещественное, правильно? Но мы можем на время, для простоты наших рассуждений На время рассмотреть аналитическое продолжение этой функции Поскольку здесь стоит интеграл фурье, то по x0 эта функция будет аналитическая Давайте рассмотрим аналитическое продолжение этой функции на x0, который лежит на мнимой оси То есть x0 это есть и x0 евклидовская То есть x0 евклидовская Обычное время у нас на вещественной оси А мы будем на время, пока что на несколько минут Смотреть нашу вот эту функцию, когда x0 у меня лежит на мнимой оси Просто для удобства Мы имеем право это делать, потому что функция аналитическая То есть мы рассматриваем аналитическое продолжение этой функции Ну вот и давайте попробуем для вот таких вот x0, пока что еще необычных x0, мнимых Посчитать, чему равен этот интеграл В доске кто-нибудь хочет пойти? Давайте, Евгений, вы идите Да, то есть с одной стороны у нас вот x0 вот такой А с другой стороны мы можем взять и сделать виковский поворот При виковском повороте у нас p0 переходит вот и p0e Давайте посмотрим, куда перейдет p2 и куда перейдет p на x Четырехмерное произведение Где-нибудь отдельно напишите, чему равен p2 и чему равен px Давайте все вместе это обозначим Минус p евклидовская в квадрате Минус p евклидовская в квадрате Ну, e, наверное, внизу лучше писать, чтобы она не болталась Где p квадрат, это обычно евклидовский квадрат То есть сумма квадратов всех компонентов Без сигнатуры от метрики Минковского p на x чему равно? Да, мы тоже можем минус p евклидовская в квадрате Будет тоже минус p евклидовская в квадрате, правильно? Ну, на x евклидовская Где здесь обычное евклидовское скалярное произведение То есть p евклидовская нулевое, которое взялось после поворота вика На x нулевое евклидовское Плюс p вектор на x вектор Вот так вот Отлично пишем, чему интеграл равен То есть мы уже совершили поворот вика Исходного интеграла Он у нас преобразовался в интеграл По евклидовскому Нулевому импульсу То есть будет стоять d4 p евклидовская здесь p евклидовская Аккуратненько немножко, погодите, не спешите Когда вы делали поворот, у вас p0 перешло в и p0 Поэтому при замене интегрирования Что у вас произошло? А, еще минус А, с и Нет Почему минус? p0 равно и p0e Вот p0e бегает по p0e бегает по вещественной оси Вот эта штука вещественная, да? Поэтому просто и Просто и возникло, да? Наружу От знаменателя у вас возникло Минус p в клинтовской квадрате Минус напишите, да Но для порядка Нет, он стал уже не плюс и ноль Вы же общий знак минус Вы же общий знак минус вынесли Он стал минус и ноль Вы его нарисовали И теперь можете его благополучно стереть Потому что у вас После того, как вы виковский поворот совершили Вам ничего регуляризовывать больше не надо, да? У вас интеграл, который здесь стоит По эвклидовскому импульсу Он у вас сходящийся, правильно? Потому что в мире у вас как минимум стоит Три раза pf pf кубе, да? Здесь вот pf кубе на dpe и на телесный угол, да? Поэтому интеграл Интеграл сходящийся получился Вот такой То есть с этого момента Можно про вот этот плюс и ноль забыть Но он нам был нужен, этот плюс и ноль Сразу его нельзя было стирать Почему он нам был нужен? Потому что виковский поворот То есть виковский поворот на него влиял Теперь можно по отдельности по ним считать Как вы, наверное, делали Да? Но вот я вам неспроста вот про вот это все рассказывал Давайте теперь попробуем Вот это pf кубе в квадрате знаменателей Поднять в экспоненту, да? Цена того, что мы его поднимем Это лишний интеграл по α То есть интеграл по α идет Напишите его тоже аккуратно От нуля до бесконечности В качестве d мы взяли Что? d у нас это что такое? p квадрат, да? Не p, а p квадрат То есть мы не хотим, чтобы ню было двойкой А хотим, чтобы d было p квадратом А ню равно единице, правильно? Потому что я вам говорил, что Потому что мы умеем гауссовские интегралы считать Да? То есть ню равно единице А здесь просто α, p в квадрат, евклидовская Евклидовская Да? Угу Отлично А теперь получился гауссовский интеграл По четырехмерному евклидовскому импульсу Получился гауссовский интеграл Помните, чему равен? Если у вас есть д-мерный гауссовский интеграл Е в степени минус, не знаю, α, p в квадрат Ну плюс будет i, p, β Вот такой вот эталонный интеграл, чему равен д-мерный Нет, здесь без одной второй, здесь просто α стоит Да, e минус b квадратен на 4 Что? На 4 Почему корень? 4 α, все со знаком минус за счет вот этого И, да? А еще может? Еще на что? Под корнем на большее? Вот здесь вот под корнем будет еще Ну что, здесь корень, да Да Альфа в какой степени? В степени d То есть здесь, давайте так покрасивее напишем То есть здесь будет стоять π делить на α в степени d пополам π делить на α π делить на α Все в степени d пополам Да? Эталонный гауссовский интеграл такой, да? Много раз вы считали, правильно? Все помнят этот результат, да? Но вот этот кусок возникает, если просто вы полный квадрат здесь выделяете И пользуетесь выражением для обычного гауссовского интеграла без b, да? Окей, значит, мы теперь по евклидовскому четырехмерному импульсу можем все это взять 2π в четвертой, как было, пока оставим Интеграл по α, как был Интеграл по α от 0 до бесконечности наружу пишем Четыре α Да Пи в какой степени будет? В квадрате d пополам это будет в квадрате Здесь Что еще будет? α Ага, π на α все в квадрате, да? Что? Ну, у нас размерность d равна четырем d равна четырем, да? То есть π на α в квадрате, да? Так Хорошо Теперь нужно по α его взять Вопрос какой-то? Что это на дисконечности на бесконечности? Интеграл Вот здесь вот интеграл по всему пространству rd идет Где? Не-не-не-не-не, почему пополам-то? Здесь же у вас по импульсу Вы же по импульсу берете интеграл Не по α пока, а по импульсу По импульсу-то интеграл тоже идет По всем компонентам от минус бесконечности до плюс бесконечности, да? По дифференциалу внести Да, единицы на α можно под дифференциал внести Четверка там еще была То есть единицы на α у вас новая переменная, да? Ну если вы так пишете, то есть новая переменная единица на α, то пределы другие будут, да? Я пока оставлю так О, хорошо Просто накмин здесь Ага И π еще куда-то вы А, π вы сократили, окей Интеграл напишите по новой переменной какой будет Единица на α новая переменная Как-нибудь обозначить ее там кси Не-не-не-не-не, а вы что сделали? хорошо ладно теперь давайте знак минус здесь снова напишем напишем от от нуля до бесконечности нормальных пределах ориентация контура было обычно для бесконечности да все теперь по кси берем до интеграл два в четвертый то 16 написать напоминаю это мы пока считаем для x0 который нам немой оси лежит да то есть мы не некое специальное положение в комплексной плоскости нулевой компоненты выбрали чтобы нам удобнее считать было да чтобы здесь возникал возникало евклидовское скалярное произведение к знак минус куда делся откуда взялся точнее у вас внимательно смотрим на этот интеграл это положительное число весь интеграл положительное поэтому на эти знаки минус не заморачиваемся никогда если сначала у нас интеграл положительное то ничего с ним не произойдет да хорошо то есть получили вот такое выражение да но x квадрате там евклидовский x квадрат давайте теперь вернемся назад у нас все-таки x не евклидовский а обычный четырехмерный лорис лоренцевский то есть в общем случае когда у вас x теперь лежит на вещественной оси то дельта f чему будет равна пишите его еще раз дельта f равно мнение нет туда не надо равенство писать то тот ответ получен для случая когда у вас x 0 лежит на мнимой оси теперь мы назад возвращаемся берем аналитическое продолжение на вещественную ось да просто минус минус x почему ну как у вас и как у вас евклидовский квадрат связан с минковским квадратом просто евклидовский убираем да остается из квадрат но вот так вот вот так вот значит это у нас справедливо для случая когда все компоненты x не равны нулю правильно потому что противном случае сингулярность какую-то получаем противном случае интеграл был бы неопределенный нам как-то было бы плохо жить теперь спрашивается как то есть вот здесь вот когда мы все вот эти аналитические продолжения делали туда-сюда да от вместо того чтобы считать здесь посчитали здесь мы потеряли информацию о том что здесь стоит плюс и ноль или минус и ноль вот здесь вот вот как правильно написать давайте еще раз на вот эту исходную формулу вот наша исходная формула и мы получили что он получили получили и делить на 4 пи в квадрате а здесь стоит x квадрат вот спрашивается что мы к этому x квадрату должны добавить плюс и ноль минус и ноль или может оставить как как он есть x квадрат получили да то есть для случая когда евклидовский x квадрат не равен нулю ответ будет вот такой просто но евклидовский x квадрат в принципе мог быть и равен нулю да то есть какая добавка будет у нас вот глядите вопрос как понять какая здесь добавка будет если мы теперь возьмем от дельта f от x обратное преобразование фурье да то есть е в степени плюс и п x и здесь d4 x стоит да если вот от вот этого выражения которое здесь стоит возьмем обратное преобразование фурье то мы должны будем получить что единица на п квадрат плюс и ноль до плюс и ноль плюс и ноль поэтому вот здесь вот в знаменателе знаменателе что надо поставить плюс и плюс и ноль или минус а даже не замену а комплекс а комплексное сопряжение вот если вы сделаете комплексное сопряжение всего этого выражения да вот здесь вот возникнет минус правильно вот комплексно все сопрягаю здесь возникнет минус здесь возник минус да значит что будет какой знак минус и ноль да правильно ну глядите у вас вот есть вот этого вот так должно быть выполнено это правильное соотношение да вот теперь у вас здесь стоит на этом месте стоит что стоит и до делить на 4 и в квадрате x квадрат плюс и дельта где про дельту вы не знаете и дельта ноль как напишу и дельта ноль где про дельту вы не знаете плюс это единичка или минус единичка правильно не знаете и вот это должно быть выполнено правильно это просто обратное преобразование фурье написано давайте сведем к исходному интегралу это все исходный интеграл нам говорить что что если я теперь возьму вот это тождество оно должно быть выполнено и рассмотрю его комплексное сопряжение да тогда здесь возникнет знак минус да здесь возникнет знак минус правильно здесь возникнет знак минус здесь возникнет знак минус да это должно быть выполнено правильно но Но теперь вот это похоже на исходное выражение? На исходное выражение. Какую я должен дельту здесь взять? Минус единичка, правильно? Если я дельта равная минус единичка возьму, то то, что здесь будет стоять, то, что здесь будет стоять, это будет в точности вот это выражение, правильно? Я понятно говорю или не очень? Значит, еще раз, мы комплексно сопрягли. Вот эту и, здесь было минус и, я ее перенес сюда. Теперь, чтобы у меня был в точности исходный интеграл, я должен сюда писать, взять дельта равная минус единица. Если я дельта равная минус единица возьму, то я получу вот этот же ответ со знаком минус. То есть, вот этот минус и ноль, он с вот этой дельтой согласован, оказывается. Правильно? То есть, мы должны здесь взять знак минус. Понятно? Окей. Что мы видим? Вот мы получили такое выражение. Видим, что если все компоненты х стремятся к нулю, то пропагатор, он у нас сингулярный, правильно? Он достаточно сингулярный. И его сингулярность как единица на х квадрат. Теперь, если ваше поле массивное, если оно с массой, тогда у вас вместо такого пропагатора возникнет какой пропагатор? Если теперь здесь минус масса в квадрате. Минус масса в квадрате плюс и ноль. Если вы берете теперь d от х, снова на d от х смотрите, берете х очень маленькие, все компоненты х очень малы, то основной вклад в этот интеграл идет от каких импульсов p? Надо, наоборот, написать, что d от х равно d4p на 2p в четвертой е в степени минус и px d от х. Вот так вот написать. Если все х у вас малы, то от каких p идут вклады? p, пардон, p, 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 p. d от p. Ну, повторю, у нас m плюс плюс и все. Нет, еще раз внимательно смотрим. Мы хотим понять, как ведет себя d от х при малых х. Это мы хотим. Теперь, d от p мы знаем, что такое. Это i делить на p квадрат минус n квадрат плюс и ноль. Знаем его. Теперь, если все компоненты х малы, то вот эта экспонента, когда она не осциллирует, когда она мало осциллирует и дает существенный вклад в этот интеграл. Для каких p? p порядка чего? Почему m? p порядка единицы на х. То есть у вас здесь много компонентов стоит разных. p0 на х, 0 минус p1 на х, 1 и так далее. Если все у вас компоненты х маленькие, то p большие будут давать вклад, чтобы их произведение было порядка единицы. Если в это произведение не порядка единицы, то есть это экспоненты сильно осциллируют, то интеграл будет маленьким. Правильно? Это такое качественное рассуждение, чтобы понять, что когда у вас х малы, главный вклад в этот интеграл идет от больших импульсов p. Когда х малы, p большие. Понимаете? Раз p большие, то массой можно пренебречь. И главная сингулярность, если вы массой пренебрегаете, у вас снова возникает интеграл, и главная сингулярность, даже в массивном случае, она тоже такая же будет, до единицы на х в квадрате. То есть независимо от того, есть у вас масса или нет массы, главная сингулярность при малых иксах, она будет вот такая же. Понятно? Или не очень понятно? Про осцилляцию, да, не очень понятно? То есть почему, если не осциллирует этот вклад, он же будет осциллирует, и сейчас будет осциллирует, и осциллирует. Ну, то есть какая-то сила. Ну, вот, смотрите. Нет, я там больше, потому что уже многое постоянно. Вот у вас есть пространство разных импульсов P. Вот если у вас импульсы P достаточно, импульсы P порядка единицы на х, да, какая-то такая область, да, то вот эта экспонент, она порядка единицы будет, да, это один вклад. Если теперь вы рассматриваете другие импульсы P, у вас эта экспонент начинает осциллировать, да, много раз осциллирует, осциллирует, и у вас все вклады, которые здесь будут, они усредняются, как бы, да, то есть сколько раз плюс, столько раз и минус там у вас. Каждый вклад входит с плюсом и с минусом. А здесь она почти не осциллирует, да, вот в этой области малых P. Поэтому так вот, ну, опять же, это качественное некое рассуждение. Ну, это рассуждение еще как можно, помните, у вас такая теорема была, наверное, в функциональном анализе. Вот вы берете преобразование Fourier от какой-то функции, да, вот вы берете преобразование Fourier от функции D от P, да, вот если вы X начинаете устремлять к бесконечности, бесконечности, то как себя преобразование Fourier ведет? D от X себя как ведет? То есть если эта штука, она... А, ну, есть у нас... Там есть такая лемма Риммена-Лебега, да. Она падает, правильно? То есть при большой, ну, как и положено, функции, она должна падать как... В зависимости от того, насколько у вас гладкая вот эта функция D от P. То есть если она там дифференцируемая, то единица на X квадрат, если дважды дифференцируемая, то единица на X куб, там, и так далее, да. То есть при стремлении X к бесконечности у вас она начинает падать. Ну, за счет чего она падает? За счет как раз вот этих осцилляций, да, того, что этот экспонент осциллирует. При больших... Вот у вас X большое, да, а P в какой-то области локализовано, а в другой области 0, да. Вот в этой области, где D от P локализовано, у вас экспоненты сильно осциллируют, да, и вклады D от P усредняются, да. Ну, вот это бла-бла-бла примерно понятно, да, о чем идет речь. Это такие некие качественные рассуждения, но они вот вам позволяют сказать, как себя пропагаторы при малых X и в массовом случае ведут себя. Да? Хорошо? Ладно, спасибо, давайте дальше двигаться. Наверное, сейчас последнюю задачку на сегодня решим. Следующая задача, вторая. Давайте так назовем это алгоритм, алгоритм нахождения пропагатора. Вот, допустим, для простоты, пока рассмотрим бозонные поля, допустим, у вас есть некий лагранжиан, в который входят поля φα от X. Альфа – некий индекс. Это может быть четырехмерный индекс, скажем, как у электромагнитного поля, да, аммио от X. Может быть некий тензорный индекс, может быть некий индекс внутренней симметрии. Короче, некий обобщенный индекс. Для нас не принципиально, какой именно этот индекс. Вот, если вам удалось с помощью интегрирования по частям представить ваш пропагатор в следующем виде. Пα от ID, альфа-бета, φ-бета от X, здесь одна вторая. То есть вы берете член квадратичный в лагранжиане по полям φ, и с помощью интегрирования по частям, то есть здесь плюс, возможно, полное производное от чего-то, представляете, член квадратичный по полям вот в таком виде. Сейчас смотрим только на члены квадратичные по полям, и представляем член квадратичный по полям вот в таком виде. Здесь стоит φ, здесь стоит некий полином P-альфа-бета от дифференциального оператора d от dμ. Полином от dμ, возможно, в нулевой степени, как массовый член. И этот дифференциальный оператор действует вот на это φ. Обычно так всегда можно представить ваш лагранжиан, но у вас в процессе такого представления возникнут еще куски от интегрирования по частям. Ваше действие – это интеграл d4x от L от x, правильно? Поэтому у вас всегда есть это в действии d4x. Поэтому вы всегда можете такие операции интегрирования по частям проводить. Если вы знаете, что ваши поля на бесконечности себя хорошо ведут, то вот эти члены дивергентные, они у вас садятся на интеграл по внешней поверхности трехмерной и стремятся к нулю. Понятно, что я говорю? Всем понятно, да? Короче говоря, преобразованием вашего лагранжиана вы представляете интеграл лагранжиан в таком виде. Ваша задача состоит в том, чтобы найти пропагатор вот этих полей φ от x. То есть пропагатор – это у нас среднее по вакууму, где вакуум – это вакуум не взаимодействующей теории, а здесь стоят поля в представлении взаимодействия. φ α от x, φ β от 0. Для простоты я смотрю вещественные поля, все φ. Если они у меня, скажем, не вещественные, я их могу разбить на вещественную и мнимую компоненту, и в индексе α у меня будет сидеть вещественная и мнимая компонента. α равно 1 вещественная, β α равно 2 мнимая компонента. Поэтому общности я здесь особо не теряю. Это мы называем пропагатором и спрашиваются, как его найти в общем случае. Как его найти? Во-первых, нужно представить Лагранжан вот в таком виде. Это первый шаг, наиболее простой. Второй шаг состоит в том утверждении, что ваш пропагатор является функцией Грина. Это некое отдельное утверждение, которое, вообще говоря, было бы неплохо доказать, и мы это на одном примере докажем. В каком смысле она является функцией Грина? А вот в таком, что ваш пропагатор удовлетворяет уравнение d β γ от x равняется i δ α γ, а здесь стоит четырехмерная дельта функция. То есть это некое утверждение, некая теорема. Я ее здесь привожу без доказательств, но факт тот, что ваш пропагатор – это функция Грина. Откуда обычно это утверждение следует? Вот мы на примере это увидим. То, что ваш пропагатор – это функция Грина, следует просто из канонических коммутационных соотношений на поля Φ. То есть это исследствие канонических коммутационных соотношений. На простом примере мы с вами в этом убедимся, то есть рассмотрим пропагатор в всей калибровке и увидим, что он действительно функция Грина. Третий шаг состоит в том, чтобы вы получили уже этот полином, и у вас есть такое уравнение. Дальше вы делаете преобразование Фурье от функции d от х. То есть рассматриваете функцию d от х как альфа-бета, как е в степени минус и п х на 2 пи в четвертой d4 п, d альфа-бета от п. То есть вы делаете преобразование Фурье, здесь вот знак вот минус, да, я пишу. И при преобразовании Фурье ваше уравнение перейдет в алгебраическое уравнение, в котором idμ, оператор, перейдет просто в pμ, да, как и положено для Фурье преобразование. Если я здесь idμ возьму от функции d от х, она сюда подействует и выскочит, да, и останется просто pμ, правильно? То есть вот этот знак минус согласован с вот этой заменой, да. То есть я получаю уже алгебраическое уравнение альфа-бета. от p, d бета-гамма от p равняется i, дельта-альфа-гамма. Это алгебраическое уравнение, которое я решаю. Нахожу d альфа-бета от p. Из этого алгебраического уравнения, алгебраические уравнения, я считаю, что мы умеем решать. А если я нашел d альфа-бета от p, это фактически означает, что я и нашел правило Феймана на соответствующий пропагатор, правильно? Ну, d от х находится взятием преобразования Фурье отсюда. То есть вот по такому алгоритму я могу для бозонных полей находить пропагаторы. Для фермионных полей на самом деле все ровно то же самое, в точности то же самое. За исключением того момента, что у вас p является матрицей не только по индексам альфа-бета, каким-то возможным индексам вашей симметрии, но и обязательно по спинорным индексам. То есть это еще некая гамма-матричная структура. А в остальном все то же самое. То есть и это выполнено, и это выполнено. То есть алгоритм реально абсолютно такой же. Вот давайте продемонстрируем. Вторая задачка у нас будет такая. Вторая задачка будет такая. Вот у нас есть лагранжиан квантовой электродинамики. Он вам уже выписывался на лекциях. Лагранжиан вместе с членом, фиксирующим калибровку. Давайте для члена, фиксирующего калибровку в виде лоренцевской кси-калибровки, получим выражение для фотонного пропагатора. То есть я смотрю только фотонную часть, фирмионную часть не смотрю. Фотонная часть это минус 1 четвертая на что? Да, тензор магнитной напряженности F-меню на F-меню. И член, фиксирующий калибровку, лоренцевскую калибровку. Он как выглядит? Минус 1 на 2 кси, д-мю, альфа-мю в квадрате. Вот таким образом. То есть кусок лагранжиана, который зависит от фотонного поля, он у нас вот такой. Все остальные куски, которые зависят от фирмионного поля, от взаимодействия фирмионов с фотонами, они у нас в многоточии. От чисто фирмионных полей мы получим кварковый пропагатор, от взаимодействия фирмионного поля с фотонным полем мы получаем вершину в правилах Феймана. А из этих членов мы получим фотонный пропагатор. Правильно? Нам надо во второй нашей задачке получить выражение для фотонного пропагатора. то есть среднее по вакууму, вот Т-произведение, Т-произведение, а альфа от х, а бета от нуля, среднее по вакууму. Выражение для фотонного пропагатора. Ну, нас будет интересовать в основном в правилах Феймана, они у нас сформулированы в импульсном пространстве, поэтому нас будет интересовать фурье преобразования, да, от d, альфа, бета от х. Ну, вот давайте к доске кто-нибудь идите, кто хочет. Раздать хотите? Давайте. Давайте, первое, что делаем, расписываем, что такое в меню у нас, да. Да, совершенно верно. Поэтому вот этот член, как его можно переписать? Давайте отдельно его перепишем. F-меню на F-меню. Ну, то есть, у нас он понял. Ну, нет, не сказал бы, что мне это нравится, потому что у вас все-таки F-меню – это же выражение, содержащее первую производную, да, а у вас здесь сразу вторая производная возникла. Как такое может быть? Давайте просто напишите в явную. F-меню в таком виде, на F-меню в таком виде. Так, да, на F-меню. Давайте вот это, что неправильно, сотрем. Да, правильно. Дальше вы правильно сказали, что вклад от этого члена, свернутого с правой скобкой, равен… Вклада от этого члена, да? То есть, можно написать, что это удвоенное, 2, а здесь вот этот член… Вклада от этого члена, свернутый с вот этой радостью, да? Минус не надо никакой, откуда минус? Я просто беру этот член, сворачиваю с вот этим всем. А вклад от минус вот этого дает точно такой же вклад, правильно? Это вы написали вот это, да? А есть еще вот это, да? То есть, мы умножаем этот кусок на этот кусок, минус этот кусок на этот кусок. Этот на этот вы написали, или не написали? Нет, еще не писали. Демю, аню. Почему двойку-то вы стерли? Так, а здесь же сворачиваем это производное с этой производной? Правильно. Вот это сворачиваем с вот этой? И вот этого сворачиваем. Вот глядите, вот когда я сворачиваю вот этот вклад с вот этим вкладом, я получаю в точности такое выражение, как когда я сворачиваю вот этот член с вот этим членом. Поэтому будет двойка, да? Без минуса, без всякого. А второй вклад у вас есть этот член, свернутый с вот этим членом, и он, глядите внимательно, он точно такой же, как этот с вот этим, правильно? Или стоит д, ню, а, мю, д, ню, а, мю. Окей, ладно. Ну, то есть, если этот с этим... Нет, погодите, вы сейчас написали... Так, ну, вот первые... Первые написали, да, правильно, окей. Первые с четвертым. Да, ну так. Хорошо. Давайте наш лагранжиан попробуем теперь переписать вот в таком. Ну, напишите еще раз, что такое д, мю, а, мю в квадрате. Д, мю, а, мю в квадрате. Просто расписываем два раза. Д, мю, а, мю. Умножить на д, ню. Да, правильно, другой индекс нужно. Да, ню, а, мю. Отлично. Теперь давайте попытаемся наш лагранжиан представить вот в таком виде. Что здесь произошло в этом представлении? Вы... Вот у вас сюда входят производные от полей, да? Вот одно из производных нужно перекинуть на другие поля просто интегрированием по частям, да? То есть, вот эту производную, скажем, перекинуть сюда, а здесь, скажем, вот эту производную перекинуть сюда. А вот в этом члене, вот эту производную, скажем, перекинуть сюда, да? Вот эту производную интегрированием по частям перекидываем на все вот это слагаемое, да? То есть, у вас слева возникнет аню. Спасибо. 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 Сейчас. Чего вы делаете? Вот это полное производное, а нас реально не интересует Мы ее даже можем и не писать Вы просто результат интегрирования по частям пишите То есть главный член, который интегральный, не поверхностный, а интегральный Скажем, для члена фиксирующего калибровку Будет минус единица на 2 кси, на коэффициент А дальше здесь по частям перекидываем, скажем, вот эту производную, перекидываем сюда То есть будет дню от амю Нет, амю надо писать уже слева, потому что вот эти дифференциальные операторы действуют на а То есть вот это амю, давайте его напишем слева куда-нибудь Амю, да И при интегрировании по частям что возникает еще? Дополнительный знак минус, да, поэтому вот этот минус превратится в плюс Это мы разобрались с членом фиксирующим калибровку Теперь с вот этими друзьями точно так же нужно поступить Здесь был коэффициент минус 1 четвертая Стал плюс при интегрировании по частям И здесь перекинули вот эту производную сюда, чтобы амю была слева То есть амю сразу слева пишем А здесь вот эту мю перекидываем сюда, да, чтобы амю была слева Чтобы слева амю была, да, чтобы мы ее за скобки потом вытащили Да, хорошо, скобочки поставьте вот здесь вот переданной второй Да, вот мы почти что в таком виде представили, да В таком виде Давайте вынесем, как здесь и положено Здесь вот стоит плюс Плюс, да, плюс 1 вторую Плюс 1 вторая 1 вторая Дальше здесь стоит амю можно еще слева вынести, да Амю тоже слева вынесем Аккуратненько пишите, чтобы у вас было видно Здесь с нижним индексом, да Ну, можете вот здесь вот ее написать С нижним индексом Здесь останется Нет, они уже нету, останутся только производные, да То есть единица на кси останется Единица на кси еще, да Ага А вот это амю вы его можете Ну, ладно, пока пусть так будет, хорошо Плюс Угу Хорошо Дмю, дмю И а Угу Квадратная скобка Ага, отлично И вот есть еще члены с полной производной Да, мы их не пишем, они нам не интересны Вот давайте теперь все это представляем вот в таком виде, как нас просят То есть говорим, что здесь стоит Одна, вторая Да А Ню Здесь стоит какой-то дифференциальный оператор Да А здесь пусть будет стоять А Ню Здесь видите Даже, ну давайте прямо как здесь Чтобы здесь было альфа А здесь было бета Да Вот так вот напишем Здесь альфа А здесь бета И вот этот дифференциальный оператор действует на это поле Да Тогда Вот Здесь Нет, нет, правильно все стоит Правильно Тогда вот давайте с вот этого члена и начнем Вот этот член Как он будет выглядеть? Глядите Этот индекс сворачивается с этим индексом То есть индекс альфа должен быть свернут с индексом бета Поэтому этот член во что перейдет здесь? Дмю, дмю останется А чтобы альфа стала равна бета Нужно Метрический тензор написать, правильно? Ну здесь оба верхних, поэтому просто же альфа бета будет С нижними индексами альфа бета пишите Отлично Здесь вот это слагаемое и это слагаемое Они одинаковые, правильно? Они одинаковые И устроены как Единица на кси минус 1 На Если здесь альфа, а здесь бета стала На что? На д альфа, д бета, правильно? Д альфа, д бета Вот в таком виде Так, здесь у нас какой знак? Это что такое? Минус или нету минуса? Был минус и Был минус, но по частям проинтегрировали Нету минуса, да? То есть здесь минуса нету Окей Вот так вот получили Теперь в нашем алгоритме нам нужно представить Это не как функцию от d А как функцию от id Потому что id перейдет в p Просто два раза знак id Вот этот знак минус общий Можно просто вынести наружу И все, чтобы он не болтался Там все, смотрите, справа Кто-нибудь быстрее делает? Тетрадки нет? Ответ есть у кого-нибудь? Уже Отлично Здесь квадратная скобка закрывается И p бета Вот так вот Вот то, что здесь стоит в этих скобках В квадратных скобках Это и есть что? Это и есть p альфа бета от id То есть это тот самый дифференциальный оператор Который нам наиболее интересен Потому что через него как раз пропагатор и будет выражаться Все, в соответствии с нашим алгоритмом Мы сразу переходим к пункту 3 То есть сразу пишем алгебраическое уравнение Там аккуратно все сотрите Чтобы вам не мешало ничего Все эти гауссовские интегралы И пишем алгебраическое уравнение Которое получится Значит, как выглядит наш Оно здесь уже написано в общем виде Поэтому вы сразу его в конкретном виде пишите Как оно у вас есть То есть id заменяем на p Тогда здесь у вас Здесь у вас индекс mu И здесь тоже индекс mu Mu, 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 mu Один вверх, на другой нижний Mu, да А здесь альфа бета, да, окей Ну, по имену на пимену Это что такое? p в квадрате p в квадрате на g меню На g альфа бета Альфа бета Идем на кси минус 1 На p альфа, p бета Это все умножаем на d от бета гамма От p Это как раз то, что нам и нужно найти И это есть i умножить на дельта символ i на дельта гамма альфа Ага, отлично Вот есть такое алгебраическое уравнение Да Нам нужно его решить Как его будем решать? Решение в общей виде Да, можно угадать, как выглядит общий вид ответа Да В ответ могут входить только наши инвариантные тензоры То есть g альфа бета, epsilon, миню альфа бета Да И выделенный вектор p Поскольку это тензор второго ранга То может входить в ответ p альфа, p бета И может входить g альфа бета Правильно? Поэтому d бета гамма мы ищем Как какой-то коэффициент Как-нибудь обозначить его А бетом А на p бета, p гамма Плюс b На g бета гамма И подстановкой В исходное уравнение Давайте найдем эти коэффициенты Себе освободите место Чтобы было здесь Да, можно все стереть Побольше себе места освободите Подставляем То есть берем в таком виде И подставляем в исходное выражение Вы переписываете Да? Ну ладно, переписываете Здесь на кси минус 1 p альфа, p бета И на p бета p гамма Плюс b g бета гамма Пишем, чему это равно Должно быть равно вот этому Ага Теперь расписываем левую часть Кстати, я прошу прощения Вот у вас еще Обратите внимание Погодите В нашем алгоритме Мы должны Брать p альфа бета Со знаком плюс А здесь вот А здесь вот когда вы И добавили У вас был знак минус Знак минус, правильно? Вы же его вынесли А? Не, вы Окей, вы его вынесли Но у вас Ваша p альфа бета Оно же со знаком минус идет Вам этот знак минус важен Потому что у вас Здесь вот стоит И То есть здесь Либо здесь минус напишите Да Да, здесь минус Знак минус потеряли Да? Внимательней надо быть Потому что В нашем алгоритме стоит Плюс одна вторая Пи альфа Пи альфа бета Пи бета Да? Так Сейчас Это как вы так лихо У вас тензоры должны получаться У вас же тензоры должны получаться Давайте последовательно Это умножить на это Что получится? Если это умножить на это Что будет? p квадрат p альфа p гамма Внизу Да? Наоборот Альфа внизу А гамма вверху И коэффициент А еще А Да? Дальше Это На это Да То есть p квадрат На b Что такое? g альфа бета Свернутое g бета гамма Это кто такой будет? Ну, минус Минус b Почему? Еще раз g альфа бета На g бета гамма Это g гамма Можно сказать Что это g гамма альфа Но это есть дельта Вот g гамма альфа Где один верхний Другой нижний Это есть дельта символ Просто Теперь Это На это А Значит p бета На p бета Даст p в квадрат p альфа На p гамма Да И последний Второй На вторую На вторую Минус 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 То есть Мы для решения Вот этого Алгебраического Уравнения Применили Соображение Тензорной Размерности Да То есть Сказали Что Ответ Может Быть представлен Только в таком В таком виде Да И сразу Начали его искать Так Это вы Последнее На последнее Да Умножили А p куда делось По размерности Вот у вас Глядите Вот вы Это на это Правильно p в квадрате А почему p в квадрате Казалось бы У вас Индекс Да Вот так вот По альфа На п гамма Да Да Отлично Вот у вас В левой части Есть две структуры Да Тензорные Это Дельта Альфа Гамма И p альфа П гамма А в правой части Есть Только одна структура Дельта Альфа Гамма Да Поэтому можете При одинаковых Структурах Приравнять коэффициенты Вот при структуре Дельта Альфа Бета Что у нас Получается При структуре Дельта Альфа Бета Слева У нас Она входит Только сюда Да p квадрат На b А справа Угу Почему А вы Не переносите Все Да Ну можно Просто Переравнив Угу Там смотрите Все Чтобы видно Было Все нормально Минус И на бета В квадрате Коэффициент Б Нашли Уже Да Находим Аккуратно Коэффициент А Значит Коэффициент А Как мы находим Погодите Мы должны При другой Структуре Приравнять Коэффициенты Да При структуре По альфа По гамма Аккуратно Их выписываем То есть Будет А квадрат Умножить на П квадрат Да Дальше Дальше Снова Ага Единица На кси Минус Один Умножить на А квадрат На п квадрат Не 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 Вы Эту структуру Не пишите Она у вас Базисная Да И вот это Б на Ну напишите Пока его Как потом Подставить Единица На кси Минус Один Да Равно Нулю Угу Единичка У нас Сокращается Да Угу Находим Чему А равен А на П квадрат Выравняется Это Чудо Символ Такой А Кси Кси Угу К общему Знаменателю Там Приведите Угу Отлично И давайте Ответ Запишем D Альфа Бета От П Значит у нас Коэффициент Б был при метрическом Тензоре А при П Альфа П Бета То есть D D Альфа Бета От П То есть Вот мы Нашли Как выглядит Пропагатор В Кси Калибровке Да В Лоренцевской Кси Калибровке Это На П П Альфа П Бета А Погодите Погодите Вот у вас Еще здесь П П Квадрат Был Да На него Нужно Еще Поделить Да Здесь Поделить То есть Это Все же Для А На П Квадрате Было Да Нет Вы Все Правильно Пишите Здесь Все Правильно Только А Еще П Квадрате Было П В Четвертой И Минус И Делить На П В Квадрате На Ж Альфа Бета Да Ну Обычно Для Красоты Минус И Делить На П Квадрате Выносит Да Тогда Остается Что Ж Альфа Бета Минус Один Минус Кси На П В Квадрате По Альфа Бета Да Вот так Вот И В соответствии С Прескрипцией Для Т Произведения Мы должны Добавить Плюс И Ноль В том выражении Которое мы получили Мы должны Сюда и туда Добавить Плюс И Ноль Плюс И Ноль Плюс И Ноль Правило Обхода Контура При интегрировании По П Ноль Соответствующее Т Произведению Вот у нас Такое выражение Для Пропагатора Все равно У вас Было На лекциях На лекциях Вы ее писали Когда Кси Равно Единичке Пропагатор Особо Просто Выглядит Правильно Будет Просто Минус И Ж Альфа Бета На П В Квадрате Правильно Так Окей Давайте Сейчас я сформулирую Домашнюю Домашнюю Задачу И с нее начнем На следующем На следующем Семинаре По этой задаче Вопросы есть Здесь все понятно То есть Это просто Иллюстрация Алгоритма Да Значит в алгоритме Было Несколько Нетривиальных Моментов Ну первый Нетривиальный Момент На самом деле Тривиальный Это То что вы По частям Должны Привести К конкретному Виду Ваш Лагранжан Где у вас Выделен Оператор П Альфа Бета А второе Нетривиальное Действительное Утверждение Очень глубокое Это в том Что ваш Пропагатор Это есть Функция Грина То есть В Случаи Вот Нашей Кси Калибровки Как это Утверждение Выглядит Оно выглядит Как Вот я Прямо Явно Пишу Как выглядит П Альфа Бета Да П Альфа Бета Это что Такое Это Д Квадрат Д Квадрат Г Альфа Бета Плюс Единица На кси Минус 1 Д Альфа Д Бета Правильно Это наше П Альфа Бета Такое Было Дальше Идет Д Бета Гамма От Х Равняется И Дельта Альфа Гамма И Четырехмерная Дельта Функция От Х То есть В нашем Конкретном Случае Кси Калибровки Для Фотонного Пропагатора Утверждение Состоит В том Что Пропагатор Д От Х Является Функцией Грина Дельта Функция Стоит Для Такого Оператора Для Такого Оператора Для Чего Эту Кси Калибровку Вообще Говоря Водит Для того Что Если у вас Этого члена Нет В Гранжане То вы Можете Легко Увидеть Что вот Этот оператор У него Обратного Не будет Здесь Возникнут Проблемы Взятием Обратного Оператора Давайте В качестве Домашней Задачи Домашней Задачи Рассмотрим Следующую Задачу Возьмем Конкретную Калибровку С Кси Равно Единице Если Кси Равно Единице То Вот Этого Члена Не Будет Да И В этом Случае Уравнение На пропагатор Будет выглядеть Следующим Образом То есть Останется Только этот Член Да Давайте Я индекс Альфа и Гамма Подниму Вверх Чтобы они Были И получится Вот такое Уравнение Д квадрат То есть Доламбертиан На Д альфа Бета От х Равняется И Ж Альфа Бета На Четырехмерное Дельта Функция То есть В частном случае Когда кси Равной Единице Вот это Уравнение Можно привести К такому Уравнению Правильно Что я здесь Сделал Это Выкинул А здесь Индекс Альфа Поднял Наверх Так Останется Альфа Гамма Ну вот Я индекс Альфа Поднял Наверх А индекс Гамма Обозначил Буквой Бета То есть Получилось Вот такое Уравнение Вот Домашняя Задача Состоит В том Чтобы вывести Вывести Это уравнение Вывести Это уравнение Исходя Из Канонических Коммутационных Соотношений То есть У нас В основе Построения Квантовой Теории Поля В подходе В каноническом Подходе Лежат Канонические Коммутационные Соотношения Да Вот Случаи Кси Калибровки Лоренца Для Кси Равной Единицы Они у нас Будут Выглядеть Следующим Образом То есть Канонические Канонические Коммутационные Соотношения Они выглядят Следующим Образом Амю От Х Т Я Расписываю Четырехмерный Вектор Х Здесь стоит Давайте так Напишу Амю А здесь Пи Пи Ню От Игрек Т Пространственные Точки Х И У меня Разные А время Одно и то же То есть Это Одновременные Соотношения То есть Канонические Коммутационные Соотношения Они Одновременные Это Есть И Дельта Дельта Мю Ню На Трехмерную Дельта Трехмерную Функцию Трехмерную Дельта Функцию Х Минус Игрек Это Соотношение Между Импульсом Сопряженным Полем А И полем А Дальше Сами поля А В разных Точках Но в одно и то же Время Они Считаются Коммутирующими Да Что значит Считается Значит Что вот это все Это постулируется Что-то эти Соотношения Не постулируются Когда вы Теорию вашу Строите И то же самое Для импульсов П Мю От Х Т П Ню От Игрек Т Соотношения Одновременные Подчеркиваю Все эти Коммутаторы Куда входит П И А Они равны Нулю Да Теперь Что такое П Ню П Ню То есть Канонически Сопряженный Поле Аню Импульс Это есть По определению Д Л Наш лагранжан Да По Почему Импульс Это что такое Производная Лагранжана По чему Громче Громче И смелее По А с точкой Конечно По Д А Ню С точкой То есть Я беру Производную Производную Моего Лагранжан От Натности По Производной По времени От Поля Ню Да Это есть Мой Нют Нют Импульс Это у меня Для Кси Равно Единице Да Все написано Для Кси Равно Единице Вот А Д Альфа Бета Напоминаю Д Альфа Бета Д Альфа Бета От Х Это Что такое Это Среднее По Вакууму От Т Произведения А Альфа От Х А Бета От Нуля Да Среднее По Вакуум Да И Расписываю Это Явным Образом Что Такое Т Произведение Т Произведение У меня Ставят Мои Операторы В Хронологическом Порядке То есть От Более Позднего Времени Операторы Стоят Левее Да Поэтому Здесь Будет Два Члена Первый Член Отвечает Тому Что Поле А Альфа От Х Стоит Слева А Бета Стоит Справа Это В случае Когда Х0 Больше Нуля Правильно Поэтому Я здесь Могу Написать Тета Функцию От Х0 И Второй Член Отвечает Расположению Поле А Бета От 0 Левее Чем Поле А Альфа От Х И Это Отвечает Случаю Когда Х0 Меньше 0 Правильно Нулевая Компонента Четырех Фильтра Х Меньше 0 Поэтому Здесь Я могу Написать Тета Функцию От Минус Х0 Минус Х0 И Здесь Вакуум То есть Я По Определению Расписал Что Такое Т Произведение То есть Это Сумма Это Функциями Работает Либо Это Либо Это Правильно В зависимости От того Какой У вас Х0 Чтобы Ваша Задача Состоит В том Чтобы Вывести Вот Это Соотношение То есть Соотношение Говорящее Что Ваш Пропагатор Является Функция Грина Вывести Исходя Из Коммутационных Соотношений Что Для Этого Нужно Чем Для Этого Нужно Воспользоваться Сейчас Маленькая Подсказка И на этом Я вас Отпускаю Во-первых Нужно Здрасте Давайте Одну минутку Я сейчас Закончу Хорошо Чем Для Этого Воспользоваться Нужно Во-первых Для Этого Нужно Написать Чему Равен Ваш Импульс Явное Выражение Для Импульса Исходя Из Лагранжиана И Подставить Его В Это Выражение То Есть Посмотреть Как Выглядит Это Выражение Это Первый Момент Второй Момент Рассмотреть Вот эти Соотношения И Производные По Пространственным Компонентам От этих Соотношений Да Это Соотношение Дает вам 0 И любая Производная От этого Соотношения По Пространственным Компонентам Дает вам 0 Правильно Вот этими Двумя Фактами Нужно Воспользоваться И Дифференцируя Явно Дифференцируя Ваш Пропагатор Получить Дельта Функцию В правой Части Хорошо Давайте С разбора Этой Задачи Начнем Следующий Семинар На сегодня Закончу Продолжение следует Продолжение следует